А я тут с другой стороны хочу сказать, ни один банк не будет даже разговаривать, я практику, реальную практику, ни один банк не начинает даже разговаривать о том, что он даст или рассмотрит кредит под индивидуальную собственность, пока не увидит отчет по оценке. А получить отчет оценки я могу только тогда, когда экспертиза сделана, оценка сделана и так далее. Ну, сейчас, слава богу, у нас компания, которая сделала фактически и экспертизу, и оценку. Банк очень сомнится, он листает, он там вынюхивает. Ну, ради бога, он с дисконтом 50%, 80% выдаст. Мы просто хотим практику, но работать. Ну, это же неправильно, вообще-то говоря, это неправильно. Интеллектуальная собственность должна один к одному приниматься. Хорошо сейчас, ну, я футерирую, конечно, да, но хорошо сейчас есть вот этот институт по какому-то субсидированию. Это мотивирует, я подчеркиваю, это не стимулирует, это мотивирует предпринимателей. Ну, это такой слабенький мотив, но все-таки есть. Ну, пытаемся его как-то реализовать. Так, есть механизмы поддержки инновационной деятельности, о которых, не шла речь здесь, значит, они предполагают предоставление средств под высокоречкованные, по сути, венчурные проекты, которыми первоначально, в общем-то, и должна была заниматься одна известная структура, о которой вы говорили. Значит, это одна история. Есть другая история, это поддержка субъекта ФМСП, о которой мы, вот, которая рассказывает я. Поддержка субъекта ФМСП, это не есть поддержка, непосредственно, инновационной деятельности. Соответственно, это конкретно развитие данного механизма. То есть, как бы вы приобщили к залоговой массе объект интеллектуальной собственности, вот плюшечка. Но о том, что это некий высокорисковый объект, оценку которого может просубсидировать некий институт развития, которая должна проводиться по некой методике, мы в данном случае, к сожалению, не говорим. Если бы на федеральном бюджете было на несколько триллионов больше, то, возможно... Вы знаете, мы будем представить расчеты, что вы еще сэкономите. Но дело не в этом. Я не хочу сейчас идти с пусть, она может быть неинтересная вообще всем. Дело в том, что, вообще говоря, так как это программа в развитии МСП, я подчеркиваю, только из этой точки зрения я скажу, что раз это программа субсидирования, программа лучшего развития МСП, а МСП нужно... Малый и средний бизнес — это совсем другой бизнес, чем крупный. У крупного бизнеса мотивация, подчеркиваю, мотивация защиты патентных прав, она другая. Потому что они широкие, им надо на экспорт выходить, они большие, им нужно защищаться. Малый и средний бизнес — он региональный. Ему нет необходимости вот так вот прямо защищать. Потому что, ну, наша судебная защита, знаете, какая там, все эти проблемы, тут не надо ничего рассказывать. То есть для него вот такого прямого мотива защиты нет. У него может быть мотив какой? Увеличить свои нематериальные активы. Вообще балансное предприятие мы сделали. Но, к сожалению, здесь 51 статья прекращает свои действия. Это большое сожаление, потому что, ну, максимум, там, из стаки действий машиностроительных предприятий, я надеюсь, ничего, ну, пять предприятий всего использую. Жаль. Жаль. Ну, мы, вот только начался в 19-м году, только начался процесс. К сожалению, прекращается. Надеюсь, что, может быть, будет так понятно. Ну, я просто к тому, что мотивы у малых предприятий разные. Ну, совсем долгие. Если вы хотите, чтобы малые предприятия, если эти предприятия мотивированы были к развитию интеллектуальной деятельности, к тому, чтобы в будущем ВВП увеличилась, что инновационная экономика, то надо находить эти мотивы. Вот это мотив. Ну, в общем, хороший мотив. Но, как бы, как наше правительство решит, да, как будет? Пока что это программа. Ну, я, да, я извиняюсь, у нас эта дискуссия такая сложная. Да, давайте мы следующий. У нас Габальдульна Альбина Рамилевна. Добрый день, коллеги. Меня зовут Альбина Габальдулина. Я являюсь кандидатом в экономических наук.